Литовский полк Они стояли, ну скажем так, по нынешней улице 25 октября Никольской, по улице Никольской стояли полки так чуть наискосочек, так красный к углу, они стояли, отступать им было некуда, совершенно не вижу, понятно, он, как говорится, не шибко своих холил или дружиничков, чтобы им пути отступления давать, на него был вопрос только не Глинка, хочешь отступай, хочешь не отступай, твое личное дело, вот, и Москва, То есть они стояли так в треугольнике двух рек, вот, по левую руку от него стояли там, где сейчас называется, где стоит церковь Георгия Бобиноноста, были старые лучники, они старые лучники названы, потому что там стояли старые лучники, это была старая, гвардия Донского, это были лучники, лучшие. За спиной его стоял резерв, и название улицы, название церкви, в общем-то, подсказывает нам, что это был за резерв. Улица там называется Пушечная, а церковь там стоит святой Софии Пронской, князь Пронский на воже, я уже говорю, ударил в лицо татарам пушками, и села на Пронщине у него называют совершенно замечательно Пушкарская, Литийная, Колокольная, то есть Пронский обладал секретом отлива пушек, и мастера его были пушечники, вот, там стоит София Пронская на Пушечной улице, то есть там князь Пронский сховал своих пушкарей. Форсируем яузу, форсируем яузы, и вперед, тяжелая геновецкая пехота, вперед прорывать эти, остальное понятно. Что он видит опять? Да, надо идти на Тегун, на Тегун мы видим, на Лубянку. Так, и давайте вниз спустимся, и вот там, к Христу, да, подскажем, что будет. Вот, мы сейчас с вами подъем к одному очень интересному месту, и оттуда уже будет видно все, куда-то полполе. Значит, вы поняли, вот здесь вот был большой лазарит, после того, как сюда боярин Боброк, выводы Боброк. Кстати, Боброк приходил с родственником Дмитру Донскому. Вот, как бы он ни шел, он все равно, это Тегун, вот так вот, это большой такой холм. Здесь Мамай дал указание перейти яузу, и они потянулись туда. А это что, священный хищник? Что мы видим на этом кресте? Мы видим на этом кресте. Все битвы, все битвы с Ленинковой начинались с так называемого Божьего поединка, или Божьего суда. И по Божьему суду 99% битвы на нем окончались. То есть, говорила, на Божий суд согласны, согласна отвечала противная сторона, она выдвигала 1, 2, 10, 30, или разные варианты. Со своей стороны поединчика, с другой стороны выходили поединки, за тем, за тем оставалось поле, другая сторона собиралась и уходила. Божий суд решал. В данном случае, поразительно, Дмитрий Донской предлагает Божий суд, Мамай. И Мамай согласается на Божий суд. То есть, это отходит от разборки, отморозков. Это идет на нормальном, законном уровне, эта битва. Выходит, да. И что поразительно, все бы, может быть, решилось бы нормально, если бы Божий суд решился нормально. Но Божий суд решился не нормально. Он решился неадекватно, грубо говоря. Это известно из тех и тех. Они схлестнулись, ударились, и обе лошади понесли мертвых всадников. Божий суд показал, я в этой разборке ни при чем. Понятный смысл, да? И тогда битва могла решиться только схлесткой дружины. То есть, Божий суд не вставлен ни на какую сторону. Пересвет, нам известно, Пересвета взяли и похоронили. А Челубея куда дели? Соконный вопрос. Мне скажут, его отдали на растерзание там зверюшкам и птичкам. Нормальный ответ. Неправда. Дмитрий Донской пришел по полю, известное дело после битвы. И первым он увидел Пересвета и Челубея. И он сказал, возьмите героев и похороните. Может быть, он так обращался по поводу Пересвета. Во множественном числе, типа мы Николай II. Не было такого. Он говорил о двух героях. О Челубее и о Пересвете. Где похоронили Пересвета и Челубея? Известный Пересвет похоронили в Симонове монастыре. Старый Симонов-Настырь, который был тогда Богородичный монастырь. И похоронили в церкви Богородицы. Потому что все воины, монахи, поклонялись не Иисусу Христа. И это тоже известно достоверно. Они поклонялись только Святой Богородице. Иисуса Христа они за Бога не чтили. А чтили его за Сына Божьего. И в коей мере. В чем тамплиеров потом и обвинили. Вот. Они чтили только Богородицу. Их похоронили в церкви рождения Рождества Богородицы. Вот. В Богородичном монастыре Пересвета. А Челубей. Загадка. Есть попытка отгадать это дело. В 1381 году на берегах блистательной порты в городе Стамбуле появляется впервые династия Челубеев. Которая становится правящей династией турецкого государства Османской порты. До Ататюрка. Кулишки. Так и были кулишки. И никто ничего здесь не строил. То есть на костях не строили. Вот так. Ну вот вы видите все эти тягуны. Вот я все время говорю, что Мамай выбрал совершенно гениальное место для ставки. Вот перейти Яуза, вот сюда вот пешей ракета. Попытаться Мамайу порубить. Но это был просто теоретический момент. Вот они Тетеренские переулочки. Вот они Тетеренские переулочки. Вот мы встала. Речку перешла и встала. И говорю, все ребята. Но нас не трогаем. Вы нас не трогаете. Типа того, что там кто-то с кем-то обменялся. Как это? Нынче в Голливудских фильмах. Масонскими знаками. Пальцы там скрестили где-то под подушкой. Другой это увидел и сказал, все, это наши братва. Мы их не трогаем. Все. Они встали здесь и стояли. Их никто не трогал. Ни Семен Милевик, никто. И так они потом и ушли. Все спокойненько через красный холм домой в Кафу. На теплое море отдыхать все. Работа сделана. Налер. Вот здесь Семен Милевик со своими казаками уходит. И уходит он вот туда, куда мы сейчас тоже поворачиваем. Он уходит на этот самый замечательный тягун. Тягун. На тягун. Когда лошади идут по тягуну, лошадь, она вообще животное такое не шибко выносливое на самом деле. Это только нам рассказывают про этих пятюков бельгийских, которые там танки на веревочке тянут. На самом деле лошадь очень быстро встает с Дмитрием Данским в честь Куликовской битвы. А вот по этому тягуну начинают подниматься войска Мамая. Здесь, вот я точно называю местами, вот здесь, Лубянский проезд, дом 17, стоит первый передовой полк. Полк, состоящий практически из спецназа. Вот и здесь начинается огромная рубка. Опять же, кто поставил памятник Кириллу Мефодию здесь? Загадка. Да, но он поставил его в нужном месте. Вот. Вот здесь, дом 17. Да. Спасибо. Вот здесь стояла до последнего времени, до великих большевиков стояла церковь, спас не рукотворного. Она, соответственно, снесена. Рядом с ней стала церковь Никола Война. Он тоже снесен. Вот. Вот поэтому тягуны поднимаются. Это теперь давайте посмотрим расположение войск. Там был Семен Милов, мы уже видели, он там по бережку потрепался. Потрепался и ушел. И ушел сюда к передовому полку. Вот здесь передовый полк. Перед вами вы видите самый перелом. Это Лубянка. Там стоял Железный Феликс. Вот там, где стоял Железный Феликс, до Железного Феликса состоял боярин Бринок, изображающий себя Дмитрия Донского. Вот. Потому что он одел его одежки, сел на его коня и встал под его хорок. Ну, такая некая замануха. На воже татар заманивали на холм, заманивали под пушки золотыми шатрами. Но они и пришли грабить. Поэтому золотые шатрами их манили. Они, как говорится, у них в глазах мелькали. Суда они не пришли грабить. И заманить их золотыми шатрами было ни к чему. Они и так понимали, что если они выиграют эту битву, они возьмут все. Продолжение следует...